День с толком День с толком День с толком День с толком Многие жители Алтайского края, республики Алтай и даже соседнего восточного Казахстана сегодня утром понервничали. Дрожали стекла, качалась мебель. Это было землетрясение. Сила толчков 5 баллов. Эпицентр землетрясения неподалеку от Акташа в Горном Алтае. Жертв нет. 20 школ и детских садов в округе на всякий случай сегодня не работали. На Алтае толчки ощутили в Барнауле в районе горы Черышском, Краснощоковском районах Белокурих и Бийске. Вот рассказ очевидца. Ближе к 11. Я одела ребенка и пошла, включила ему телевизор, мультики, села на диван и пошел толчок. Получается. У нас диван так немного заходил ходу, но страшно. Поэтому я и написала, что страшно. В этот момент ты не знаешь, что произойдет. Может быть толчок будет сильнее. Толчок такой приличный был прям. Инвалида первой группы вместе с мамой выселяют из аварийного жилья. Взамен власти предлагают деньги, но не большую рыночной стоимостью проблемной квартиры. Но на эти средства новое жилье не купить. Полина Жданова продолжит. Помаши всем привет. Всем привет, скажи. Привет, привет. Вот так еще постарайся. Еще пальцы разогни. После страшной аварии Артем Британов не встает. Уже три года парень и его семья тратят на лечение сотни тысяч рублей. Борются за жизнь, а теперь еще и за жилье Артема и его маму выселяют. Дом аварийный. По оценке стоимости их жилье тянет всего на 590 тысяч рублей. Даже на самую маленькую квартиру не хватит. Комната не рассматривается. Это однозначно. Получение просто денежной компенсации и покупка этой же какой-то комнаты. Ну, это не просто. Я даже не могу представить, как это все будет происходить. Здесь хоть все маленькое, но свое. Чтобы Артем получал должный уход, нужен как минимум отдельный санузел, чего нет в коммунальной квартире. А получить жилье вне очереди, как инвалид, Артем не может. У него нет хронического тяжелого заболевания. И семья не признана малоимущей. А это одни из главных требований. К сожалению, в настоящее время это сделать очень сложно, поскольку у них уже есть жилое помещение и пенсия по инвалидности, которая, соответственно, будет превышать установленный МРОД. Государственной программы поддержки, которая могла бы помочь Артему, на сегодняшний день не существует. Есть только один выход, который и предлагает семье Британовых городской комитет по ЖКХ. Для решения вопроса у нас в городе Барнауле есть социальная поддержка в соответствии со 161 решением Барнаульской городской думы, где они могут ориентировать жилое помещение до момента решения своего вопроса по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Но и на съемную Британовы переехать не могут. Не каждый арендодатель переоборудует квартиру под инвалида. Поэтому пока Артем с мамой летают на реабилитации, их родственники борются за полноценные квадратные метры и пытаются сделать практически невозможное – оформить статус малоимущей. Тогда есть шанс получить ключи от квартиры, а не комнаты. Полина Жданова, Александр Антропов, Илья Халяпин. День с толком. Фабрика-завод снова в Барнауле. Рабочих мест там не предлагают, зато архитекторам и урбанистам будет чем заняться. На протяжении трех дней они обсудят проблемы городской среды Барнаула. В том числе важный вопрос – как сохранить памятники архитектуры? И кое-что в этом направлении они даже предпримут, а именно поработают руками, слепят кирпич по старинной технологии. Подробнее об этом расскажет Илья Кочетков. Он у нас в студии. Илья, привет. Здравствуй. Расскажи, а зачем маститым архитекторам вдруг собственноручно браться за подготовку стройматериалов? Во-первых, это как физкультура полезна для здоровья. Во-вторых, они таким образом буквально своими руками могут внести свой вклад в сохранение этого объекта культуры и искусства. Про субботники на спичке знают уже многие, а вот про кирпичи для спички пока нет. В чем суть? Волонтеры уже не первый год наводят порядок на этом историческом объекте. Именно они забили тревогу. Здания рушатся им под 300 лет. А когда будет реставрация – неизвестно. Вот и решили временно укрепить часть старинной плотины и зданий кирпичами. Да не современными, а созданными по технологиям буквально демидовских времен. Даже глину нашли соответствующую под Павловском. Автор идеи – архитектор Александр Деринг. Те работы, которые не наносят вред памятнику, они его не искажают, они не вносят какие-то новые элементы и прочее, прочее. Они всего лишь консервируют и защищают, направлены за счет этого памятника. Эти кирпичи, они очень легко могут быть обратно демонтированы, потому что это специальный монтаж будет на легкий раствор, такой, который не наносит вреда. Вообще все мероприятия, которые будут направлены, если у нас с кирпичом это не получится, они направлены исключительно на вот такие противоаварийные мероприятия. Как делать кирпичи, вам с удовольствием покажут и расскажут в один из дней фестиваля 14 сентября, да и после. Правда, само производство – дело затратное, поэтому в кирпичи придется вложиться. Себе стоимость одного – 300 рублей. Такое вот народное финансирование. Всего нужно тысяча штук. И уже половина строительного материала готова. В России подобные народные акции пока все-таки в новинку. За рубежом? Пожалуйста. Яркий пример – проект «Замок Гиделон» во Франции. Там, правда, его не реставрируют, а буквально заново строят с участием волонтеров. По самым, что ни на есть при этом, средневековым технологиям. Познавательный проект. Кстати, не все знают, что рядом с Барнаулом есть такой небольшой гиделон. Энтузиасты восстанавливают казачью Белоярскую крепость, которая исчезла в конце 18 века. Она появится снова примерно к концу этого года. А все желающие пока могут приобщиться к ее строительству. Волонтеры приезжают, дети приезжают, студенты приезжают. В основном, конечно, мы их задействуем на работах по уборке территории, по шкурке деревьев. Ну, такие работы. Понятно, что полноценную работу делают плотники профессиональные. Кто-то может сказать, подумаешь, энтузиасты. Пока власть и большой бизнес не захотят, не будет ни реконструкции, ни полноценной заботы о наследии. Но урбанист Мария Леонтьева из Казани, один из главных экспертов фабрики завода, считает, именно такие инициативы и способны в целом сдвинуть дело с почти мертвой точки. Горожане берут на себя ответственность за то, что их окружает. Предметом их заботы становятся не только частные участки или квартиры, но то, к чему они чувствуют себя причастными. Исторические здания, фасады, вывески, природная среда. Леонтьева уверена, заботиться об историческом наследии должны все, не важно, чиновник ты или простой человек. А на фестивале представители из городов Края, Новосибирска и из Казани будут решать, как спасти спичку и другие памятники, которые сегодня, как никогда, нуждаются в нашей с вами помощи. Спасибо, Илья. Думаю, завтра сами сможем съездить и попробовать создать старинный глиняный кирпич. Ну а мы продолжим. Спустя 180 суток они вернулись домой. Полгода алтайские полицейские поддерживали порядок в Чеченской республике. Сводный отряд сегодня ночью встречали родные, друзья и сослуживцы. Наконец-то придете домой, снимьте себя, наверное, уже под наддающую форму, оденьте гражданку и сможете обнять своих родных и близких. За добросовестную службу бойцов наградили, а многим присвоили очередные звания и сегодня вручили новые погоны. Кстати, пять сотрудников отряда решили остаться на Северном Кавказе и продлили свою командировку еще на 180 дней. К другим темам. Уничтожить единый государственный экзамен призвал банкир Герман Греф. По его мнению, тестовая система сдачи отбивает у школьников желание учиться. Моя коллега Валентина Аскерова лично пообщалась с автором инициативы и узнала, какую альтернативу он предлагает и подойдет ли она российской системе образования. Тестирование отбросило российское образование назад, уверен банкир Герман Греф. По его мнению, дети привыкают к тому, что их оценивают и, окончив школу, отказываются что-либо делать в других условиях. Это не значит отмена системы тестирования как таковой, потому что проверка знаний все равно нужна для самого ученика. Но она разворачивается в сторону ученика, он сам становится в первую очередь креатором и интересантом этого тестирования. И это тестирование происходит постоянно. Он освоил какую-то тему, он должен сдать тест. Самый известный на всю страну формат тестирования – единый госэкзамен. У него есть противники, мол, такой формат ученика не развивает. И сторонники в Министерстве образования. Там ЕГЭ считают панацеей. Сдавая единый государственный экзамен, 4 экзамена и планируя поступление в ВУЗ, ты четко понимаешь, что единый госэкзамен уже дает тебе право подувать документ в высшее учебное заведение. Но вот мы в свое время таким правом не пользовались. Мы сдавали и выпускные, и вступительные. В моих руках единый государственный экзамен по информатике. На мое удивление, здесь нет ни одного тестового задания, где нужно выбирать правильный ответ. Здесь либо считать, либо размышлять, и уже потом вписывать нужный ответ. Когда училась я, большинство заданий единого госэкзамена было в тестовой форме, и нужно было выбирать правильный ответ, что называется, пальцем в небо. ЕГЭ почти 20 лет. За это время он модернизировался, а стало больше заданий, над которыми нужно думать. А не просто наугад ставить крестики. Учитель информатики Иван Гребенкин признает, экзамены и тестирования нужны, но готовить к ним эффективнее и творчески. А можно пойти по пути того, что интересно ребенку. Если ему нравится заниматься, условно говоря, балетом, ну давай мы что-нибудь запрограммируем, связанное с балетом. И в этом случае ребята с большим интересом начинают работать. А интересно лицо. На первый взгляд школьники просто рисуют, надели, программируют новые миры. Я запускаю программу, рыба начинает плыть куску мяса и в конце концов его съедает. То есть ты задала ей цель, правильно? Я задала ей цель, чтобы она съела этот кусок мяса. Чем помогает тебе эта программа в информатике? Эта программа помогает мне как раз таки изучать основы всего этого, чтобы уже в будущем научиться программировать на более сложных языках. Такой подход в будущем поможет ребенку справиться с экзаменами, затем заданиями вуза и даже работодателя. Возможно, это и есть тестирование, о котором говорил Герман Греф. Но пока вот таких форматов зависят лишь от желания учителя. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Николай Шилко. День с толком. А вот от желания политиков, пожарных и даже казаков зависит будущее Алтайского леса. Кто только не принял участие в акции «Живи лес». Несмотря на холодную погоду в Бобровское лесничество, приехали сотни человек и посадили больше тысячи саженцев. К акции присоединился и наш телеканал. Продолжит Ирина Корчагина. Вот. Бобровское лесничество. Наверное, здесь еще никогда не было столько людей. Несмотря на холод и моросящий дождь, сегодня здесь почти 300 человек. Копают все студенты, пожарные, политики, казаки. Когда казак входит в лес, он одареваем, бывает духом, радости. В общем, для меня круглогодично в лесу есть чем заняться. В лесу можно собрать грибочков, в лесу можно покататься на конике, а в лесу можно дрова порубить, укрепить свое тело. Вы согласны с тем, что мужчина это настоящее должен посадить дерево, родить сына и... Да, у меня осталось только дом построить. Дерево я посадил, сына я вырастил, ему уже 23 года. Не удалось построить дом? Пока нет, но все впереди еще. Копите? Ну, я этим занимаюсь. В этом году в Алтайском крае высадили 9 миллионов деревьев, хвойных и лиственных пород. Еще 3 миллиона высадят этой осенью. Хотя, конечно, не все из них приживутся, говорят лесники. Естественный отбор. Четыре года еще наши лесники будут активно ухаживать. Будут применяться все необходимые агротехнические уходы за посадками до момента перевода их в лесные насаждения. Телеканал «Толк» тоже пустил корни в Бобровском лесничестве и высадил несколько сосен. Будешь сюда приезжать ухаживать за сосенкой? У меня вообще есть на самом деле мысль, что мы все редакции будем сюда приезжать и устраивать мини-пикник и гладить вот эту сосенку. Только представьте, сколько понадобится времени этой маленькой сосенке, чтобы вымахать вот такой же огромной. Пройдет 100-150 лет, и нас с вами уже не будет, зато будут живы все эти деревья. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». А вы подписывайтесь на нас в социальных сетях и смотрите. До встречи.